Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня пивная тарелка. У меня брат подсадил меня на разливное пиво. Снимаю вечером. Немножко поет ресторанчик, но я надеюсь, что вам не сильно слышно. Да, я очень на это надеюсь. Раньше я покупала Балтику, там любые пивы, которые продаются у нас в супермаркетах. Но потом, как-то несколько раз я была в гостях у брата, когда у них были... Я сделала такой, знаете, минимально приглушенный свет, чтобы была романтичная атмосфера. И давайте приступим. Здесь у нас, помните, недавно во влоге я вам показывала ассортимент одного магазина, который направлен как раз-таки, ну, типа по пивнушке. И оттуда у меня появилась идея, что надо обязательно снять мукбанг. Что я купила? Я сначала подумала, что это крыса. На самом деле нет. Это перепелка. Дальше у нас здесь сыр. Сверху посыпала лимонным соком. Дальше здесь креветки. Нут. В панировке получается очень вкусно. И сушеная рыбка. А еще мидии. Прям соленые такие. Занимаюсь спортом. Прихожу домой и пью пиво. Идеально. Мой тренер каждый раз спрашивает меня, придерживаюсь ли я диету. Я такая, ну, да, почти. Видел бы сейчас он меня. Какой тут пир я устроила. Ребят, кому несложно подписывайтесь. Я очень хочу добить 300 тысяч подписчиков. Буду просто безгранично рада. очень странные креветки. Такие супер маленькие. Просто крупнее этих не было. Ммм, какие вкусные. Просто очищать их долго. Шла по дороге. Что я делаю? Смотрю на машину. Смотрю и облизываюсь. Думаю, хочу эту. Нет, вот эту. Нет ту. Папа советует взять джип. Мама говорит, бери то, что ты хочешь сама. А то, что я хочу сама, пока что найти не могу. Поэтому, когда куда-то еду, обязательно оглядываюсь по сторонам. Смотрю на машину и думаю, какую же все-таки взять. Впервые буду пробовать перепелку. Выглядит, наверное, правда очень аппетитно. На вкус неплохо. Вкусно. Пью уже выпили. В инстаграме спросила у вас, какую тему стоит обсудить на мукбанке. Не думала ли сделать татуаж губ? Нет, однозначно. Группу Ласквой Май Юрия Шатунова. Сейчас все паблики, везде это новости. Если честно, я не особо была знакома с его творчеством. Наверное, скорее моя мама была поклонницей его творчества. Я как-то не особо. О его песнях я узнала по большей части после уже... К сожалению, после его гибели. Он был популярен в конце, наверное, восьмидесятых. Тогда меня еще не было. Конечно, нам жизнь кажется бесконечной. Мы живем. Думаю, еще сто лет есть. А вот жизнь обрывается в самый неподходящий момент, когда ты этого абсолютно не ожидал. Ну, мне кажется, его очень достойно похоронили. Очень много было поклонников, белые розы. Очень все красиво. Вот, так что... Очень жаль, естественно. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще долго радовал нас всех своими песнями. Просто я никогда не была на его концертах. Некоторые в комментариях писали, Айка, какая ты черствая, ты даже не обсудила эту тему. Мне искренне очень жаль. Я все это видела в ТикТоке. Но так как я его толком не знала, то есть его творчество тоже особо не знала, мне нечего было обсуждать. Просто могу сказать, что жизнь очень коротка. И жизнь надо тратить на людей, которые ценят вас. Не тратите свое время на людей, которые недостойны этого, потому что жизнь очень коротка. И самое дорогое, что у нас есть, это наше с вами время. Если вы видите, что человек как-то не так к вам относится, еще что-то... Заблокируйте. Вычеркните из своей жизни. И только приятных людей в своей жизни. Сегодня уже вызвали специалистов по отловке змей. Вроде специалист дал гарантию, что он поймает эту змею. Там очень много у него было приспособлений всяких. Там лекарства какие-то. Он все пшикал в машину, он пытался и так далее. Теперь она хотела заснять этот момент, как он поймает змею. Но, к сожалению, этого не случилось. А вообще, я видела в интернете видео, где полностью просто разобрали машину и нашли змею. Ну, просто машина была в хлам. Представляете? Брат, что только не делал. И в автомастерские несколько ездил. Все специалисты боятся разбирать машину. Ну, кто его знает. А может, ядовитая змея. Я считаю, что это абсолютно нормально, что люди боятся. Я бы тоже на их месте боялась и как-то с осторожностью к этому относилась. Вот. Как-то видела видео, как просто огромную змею вытаскивают из машины. Вот это, конечно, опасно. Это не ерунда. Вкуснотища. Вкуснотища. Особенно этот сыр. Сверху еще я посыпала этим лимоном. Получается вообще обалденно. Сейчас у нас такое состояние. И в машину сесть мы боимся. То есть куда-то поехать. И непонятно, сколько эта машина будет стоять там. Потому что мы прочитали в интернете, что змея является королевой голодобок. То есть если даже машину оставить там на 3 месяца, нет гарантии того, что змеи там не будет. То есть змея может полгода находиться без еды. Конечно, спасибо вам огромное. Много кто писал варианты, как можно решить эту проблему. Много было очень актуальных вариантов. Но почему-то ни один Ни один из этих вариантов нам, к сожалению, не помог. Сколько мы не пытались. Что мы не делали. Не получалось. И дихлофосом пробовали пшикать. И молоко ставили, чтобы на молоко она вышла. К ветеринару обратились. Ветеринар это тот, про который я вам рассказывала. Который кастрировал ТВИКСА. Они сказали, что мы договорились с ним на завтра в 11. Я такая говорю, я могу позволить себе побыть в Ангой. Я говорю, он не ответит утром. Не, 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 брат сказал. Мы с ним договорились. Все по-мужски. Завтра в 11 он решит вопрос со змеей. А кто подписан на меня давно, тот в курсе. Про ответственность. Врач от ВИКСА. Он хороший специалист. Вот реально. Просто он безответственный. Он назначает время. А потом спит себе. То ли у него запои бывают. Короче, непонятно. И звонит утром мне братик. И говорит, ты была права. Он не отвечает. Пропал. Не выходит на связь. Я говорю, ну понятно. Все понятно. Ваше здоровье. Пиво обалденное, конечно. В общем, утром они решили поехать к нему в клинику. Там тоже стояли люди, ждали. Разъяренные люди. Спрашивали, где же Визелинар. Он обещал утром быть здесь. У меня брат говорит, он мне тоже обещал. В общем, вопрос со змеей остается открытым. Пока что ничего не решено. Я просто хотела немножко потренироваться на машине брата. Поводить. Не судьба. Надо покупать быстрее своего. Смотрите, какие креветки. С огромными усиками. Я не знаю, что они сделали с этими креветками. Но они соленые, такие вкусные. Короче, вот такие вот дела. Еще рыбку давайте разделаем. Вот такая она. Я думала, она сушеная. Оказывается, нет. Не сушеная совсем. Это речная форель, мне так сказали. Хотя не похожая, да, совершенно. На вкус. Ну, так себе. Вот такие вот у нас дела. Следующий вопрос. Если бы у тебя была такая возможность, ты бы сменила профессию. Ну, что касается профессии, на данный момент я никем не работаю. Я занимаюсь чисто ютубом. Мне нравится род моих занятий. Я считаю, что это очень интересно. Прибыльно. Модно. Мне нравится то, чем я занимаюсь. У меня есть возможность поменять что-то, но я не хочу. Мои близкие меня очень поддерживают в этом. Здесь я себя чувствую в своей тарелке. К негативу я тоже привыкла. То есть, иногда бывает тебя, твоих близких, просто так, ни за что оскорбляют, обвиняют в чем-то. Сначала, как бы, тебя это раздражает, бесит, ты как-то борешься с этим. А потом ты просто привыкаешь к этому и принимаешь это просто как должен. А некоторые оскорбления просто меня умиляют, я улыбаюсь. Ваше. уже видео получается слишком длинным все остальное 7 и выпью за кадром спасибо огромное что досмотрели это видео до конца жареный нут это вообще нечто панировки вкусом на этом все обязательно ставьте лайки подписывайтесь всех люблю с вами была айка пока